Здравствуйте друзья. Последнее время я сделал несколько видеоуроков, посвященных обновлению прошивок для ZigBee модулей различных устройств, Sonoff CC2652P, SLS шлюза и так далее. Для этого применялся отличный и очень удобный инструмент ZigStar GW Multitool. Он закрывает этот вопрос с большинством внешних координаторов, USB и ландстиков, упомянутого SLS шлюза. Но в случае использования контроллера JetHub H1 этот способ не подходит, так как тут координатор распаян на плате. В этом уроке я расскажу как обновить прошивку на актуальную версию, причем без потери устройств. Ссылку на текстовый файл с ссылками и командами, а также на другие обзоры по теме, вы найдете в описании под видео. Специально для этого урока я с нуля переустановил систему и Home Assistant, четко по шагам своего обзора про этот контроллер. Для проверки тут развернута небольшая сетка, в которой есть один роутер и пара конечных устройств. Все работает, отправляет данные и получает команды. Текущая версия прошивки июльская, я ее уже разобновлял, но это не самая актуальная версия. Кроме брокера и zigbee2mqtt тут ничего не установлено, это полностью свежий сетап. Это порт координатора, который напомню распаян на плате. Обязательно останавливаем zigbee2mqtt, иначе у нас ничего не получится. На контроллере у меня установлен армбиан, к сожалению на has.os этот метод не сработает. Это один из примеров преимущества супервайзет установки. Для работы с NVRAM нам понадобится специальный программный инструмент zigbee2mqtt. Еще раз уточню, ничего сверх того, что показано в моем обзоре JetHub H1, я пока не устанавливал. Устанавливаем этот инструмент. Делаем это из под своего логина, переходить в режим суперпользователя не надо. Команды копируем из текстового файла, вставляем правой клавишей мышки. Выполнение этой команды установки занимает некоторое время, в уроке видео ускорено. Не переживайте, если у вас это происходит дольше, это нормально. Тут будет скачиваться еще довольно много разных необходимых пакетов. Просто ждем. Готово. Теперь запускаем команду на чтение и сохранение NVRAM. Порт нашего устройства. Имя файла для сохранения. Команда взята из документации в репозитории проекта. Ждем пока будет считано и сохранено в файл содержимое NVRAM, энергонезависимой оперативной памяти. Готово. Для прошивки нам понадобится другой инструмент CC2538BSL. Качаем его. Нам понадобятся еще некоторые пакеты. Для распаковки нам нужен анзип, у меня он уже есть. Но проверить не мешает. Теперь нужна сама прошивка. Это основной репозиторий автора zigbee2mqtt. Тут есть прошивка для модулей CC2652P и CC1352P2. Нам нужна эта версия Launchpad. На дату обзора актуальная версия от 17 декабря 2021 года. Есть еще один репозиторий для разработчиков. Тут бывают версии поновее. В данном случае от 3 января 2022 года. Я буду ставить именно ее. Если у вас стоит модуль CC2538, то прошивку можно взять в репозитории Github версия UART. На дату обзора актуальная версия от 22 декабря 2021 года. Нам нужно скопировать ссылку на нужный файл прошивки. Качаем и сразу распаковываем файл прошивки. Я выбрал версию для разработчиков под мой контроллер CC2652P. Из zip архива распаковывается файл прошивки hex. Проверяем. Backup nvram. Файл прошивки. Архив который мы скачали. Инструмент для прошивки. Переходим в режим root. Следующие три команды переводят контроллер в режим serial bootloader. Они взяты с вики проекта. Теперь прошивка. Это порт контроллера. Это распакованный файл прошивки. Готово. Возвращаем контроллер в рабочий режим. Выходим из режима root. Теперь запускаем команду записи nvram из файла. Тот же порт и имя сохраненного файла. Готово. Консоль нам больше не нужна. Возвращаемся в zigbee2mqtt. Запускаем. Момент истины. Получилось или нет. Наблюдаем. Запуск может занять пару минут. Похоже все в порядке. Вот наша мини сетка. Проверяем. Команды приходят и уходят. Все работает. Прошивка от 3 января 2022 года. В ней кстати должна нормально работать функция touchlink. Вот моя небольшая карта сети. Как видите для обновления распаянного на материнской плате zigbee контроллера, тоже не понадобился ни программатор, ни паяльник. Все делается программно, без особых сложностей. Быстро и без потери данных устройств. Правда если вы решили поставить haspos, то этот метод не сработает. Но ничего невозможного нет. Можно сделать backup home assistant. Сохранить его на внешнем носителе. Затем переустановить систему по шагам моего первого обзора контроллера. Что даст вам возможность обновить прошивку. Затем вы сможете или развернуть backup на супервайзет установки, или вернуть назад haspos и восстановиться на нем. В результате вы вернете рабочую систему, но с уже обновленным контроллером. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok